Здравствуйте! В сегодняшнем видео я хочу показать вам, как вязать вот такие пинетки-сапожки. Это довольно высокие пинетки, которые выполняются без шва, на чулочных спицах. Сзади на пяточке мы вяжем вот такую резиночку. Благодаря этой резиночке пинетка очень хорошо ложится по ножке. Вверху она идет на расширение, так же как расширяется ножка малыша. Таким способом вязания пинетку можно носить без завязки и она отлично будет сидеть на ножке. Это размер на 3 месяца. Использовала я кашемировую пряжу с добавлением катона. Пинетки из-за чего получились очень мягенькие и очень теплые. Они настолько мягенькие и не колючие, что можно одевать просто на голую ножку. Для вязания подошвы оставляем небольшой конец нитей и набираем на 2 спицы 10 петель. 2 петли, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Начинаем вязать подошву. Первый ряд. Снимаем кромочную петлю. Вяжем лицевыми петлями до последней петли. Последнюю, как кромочную, провязываем изнаночной. Поворачиваем работу второй ряд подошвы. Снимаем кромочную петлю. Вяжем лицевыми петлями до последней петли. Таким образом мы получаем платочную вязку. Последнюю, как кромочную, провязываем изнаночной. Далее будем делать прибавление подошвы. В третьем ряду снимаем кромочную петлю. Вот эту первую петельку провязываем дважды. Первый раз лицевой за переднюю стенку. Не снимая ее с левой спицы, провязываем еще раз лицевой уже за заднюю стенку. Получили 2 петли и с одной. Таким образом прибавили петлю. Вяжем лицевыми до последних 2 петель. Предпоследнюю петлю снова прибавляем. Вяжем ее лицевой за переднюю стенку. Затем лицевой за заднюю стенку. Сняли 2 петли. И кромочную провязываем изнаночной. Мы прибавили 2 петли в третьем ряду. Четвертый ряд. Снять кромочную петлю. Все петли вяжем лицевыми, без прибавлений. Кромочная изнаночной. Пятый ряд. Снова повторяем прибавления. Сняли кромочную петлю. Провязали петлю лицевой. Провязали эту же петлю снова лицевой, но уже за заднюю стенку. Сняли 2 петли. Вяжем лицевыми до последних 2 петель. Вяжем лицевой за переднюю стенку. Затем лицевой за заднюю стенку. И кромочной провязываем изнаночной. Есть. Поворачиваем работу. Шестой ряд. Снимаем кромочную петлю. Вяжем лицевыми петлями, без прибавлений. Таким образом, у нас на спицах получилось 14 петель. Продолжаем вязать платочным узором, чтобы всего провязать 40 рядов. У меня провязано 40 рядов платочной вязки. В 41 ряду начинаем выполнять убавления. Первую петельку снять, вторую провязать лицевой, затем накинуть снятую петлю на провязанную. Мы закрыли одну петлю в начале ряда. Вяжем лицевыми до последних 2 петель в ряду. Вот последние 2 петли. Их нужно провязать слева направо в месте лицевой. Вводим правую спицу во вторую, затем в первую петлю. Подхвачиваем нить и провязываем вместе лицевой петлей. Поворачиваем работу. 42 ряд. Снимаем кромочную петлю и вяжем лицевыми петлями без убавлений. Кромочную провязываем изнаночной. 43 ряд. В 43 ряду снова выполняем убавления. Снимаем первую петельку, вторую провязываем лицевой, затем накинуть первую петельку на вторую. Закрыли одну петлю в начале ряда. Вяжем лицевыми до последних 2 петель в ряду. Вот эти 2 петли провязываем снова слева направо в месте лицевой. Есть. Поворачиваем работу 44 ряд. Снимаем кромочную и вяжем все лицевыми. У нас должно остаться 10 петель. Это вторая петля. Третья. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и кромочная 10. Наша подошва готова. Мы можем проверить ее размеры. Длина полосатой подошвы должна быть сейчас 9 см. Есть. Ширина подошвы должна быть 5 см. Есть. Далее начинаем вязать стопу. Вокруг подошвы нам нужно набрать петли. Берем спицу. Мы знаем, что здесь у нас провязано 44 ряда. Мы набираем за кромочные петли. Значит нам нужно набрать 2 петли. Вот кромочная петля имеет 2 стенки. Мы набираем только за одну стенку. Вот это у нас 1, 2, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21 и последняя кромочная 22. Есть 22 петли. Теперь набираем петли вдоль наборного края. Должны набрать 10 петель. Вот это 1, это 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и 10. Есть наши 10 петель. И осталось с следующей стороны, с третьей, поднять наши 22 петли. Также за вот эту заднюю стеночку. 1, 2, 3, 4. Вот все петли подняты. Итак, у нас 10, 10, 22, 22 петли. Всего получается 64 петли. Ставим маркер. Здесь у нас начало кругового ряда. Так, чтобы себе не забыть. И начинаем вязать платочной вязкой. Платочная вязка теперь по кругу вяжется 1 ряд лицевыми, 1 ряд изнаночными петлями. Вот этот последний ряд у нас был как лицевой. Мы поднимали петли, мы как лицевые. Поэтому вот этот ряд первый вяжем изнаночными петлями. Нить перед работой. Кромочных уже нет. Все петелечки вяжем изнаночными. Вот так, каждую провязать изнаночной. Это у нас петли первой спицы. Переходим на петли второй спицы. Итак, петли второй, третий, четвертый спицы провязываем изнаночными до конца ряда. Довязываю ряд изнаночными петлями. Это первый ряд платочной вязки. Снова у нас начало ряда. Вяжем второй ряд. Это уже должны быть лицевые петли. Так как у нас петли вот так повернуты, мы должны провязать лицевыми за правую стенку. Она у нас сзади. То есть я все петли провязываю лицевой за заднюю стенку. Таким образом, чередуя один ряд лицевыми, один ряд изнаночными петлями, провязать всего 11 рядов. Вот у меня провязано 11 рядов. Итого получилось 6 зубчиков. Последний ряд я выполнила изнаночными петлями. Далее будем вязать петли верха стопы. Вяжем только петли вот эти 10 первой спицы. Таким образом. Первые две петли вяжем изнаночными. Вот одна изнаночная. Вторая. Далее вяжем одна лицевая. Следующую петлю между лицевой и следующей петлей нужно поднять петлю вот так из протяжки. Поднимаете ниточку на левую спицу. И провязываете ее лицевой за заднюю стенку. Таким образом мы прибавили одну петлю. Далее вяжем 4 лицевых. Снова прибавляем петлю. Поднимаем ниточку из протяжки на левую спицу. И провязываем ее лицевой за заднюю стенку. Прибавили вторую петлю. Одна лицевая. И две изнаночных. Это у нас 12 теперь петель на этой спице. Переходим к боковой спице. И вот первые две петли вот этой левой боковой спицы провязываем вместе изнаночной. Для этого я их переснимаю, поворачивая, чтобы провязать вместе изнаночной петлей. То есть я одну петлю отсюда убавила и одну петлю перенесла на нашу первую спицу. Поворачиваем работу в изнаночную сторону. Вяжем второй ряд уже с изнаночной стороны. Первую петельку снять, не провязывая. Вяжем две лицевые. Восемь изнаночных. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Затем две лицевые. Один, два. И также буду убавлять петли вот этой уже правой спицы, с правой стороны. Эти две петли провязываю как две вместе лицевой. Мы сейчас с изнаночной стороны напомним. Одну петлю я отсюда убавила и одну, получается, перенесла на свою первую спицу. Итого у меня на этой спице уже 14 петель. Над этими 14 петлями продолжаем вязание верха стопы. Третий ряд. Я снимаю кромочную петлю. Вяжу две изнаночные. Затем восемь лицевых. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Снова две изнаночных. И последнюю третью петлю изнаночную я буду провязывать вместе изнаночной со следующей петли с боковой спицы. Вот так я ее поворачиваю в следующую петлю и провязываю две вместе изнаночной. Это третий ряд. Поворачиваем работу в изнаночную сторону. Четвертый ряд. С изнаночной стороны снять кромочную петлю. Вязать две лицевые. Восемь изнаночных. Это семь и восемь. Снова две лицевые. И последнюю петлю я ее буду провязывать вместе лицевой с петлей боковой спицы. Вот так одеваю ее на боковую спицу. И провязываю две вместе лицевой петлей. Как она у нас тут обернута правильно. Значит мы ее вот так не поворачивая провязываем две вместе лицевой. Пятый ряд. С лицевой стороны снимаем кромочную петлю. Две изнаночные. Теперь над лицевыми петлями будем выполнять перекрещение. Для этого используйте дополнительную спицу. На нее снимите первые две петли. И оставьте их перед работой. Вот так. Затем вязать следующие две петли левой спицы лицевыми. Затем вязать две лицевые с дополнительной спицы. Один. И два. Есть. Это перекрещение два на два с наклоном влево. Далее выполнить такое же перекрещение только с наклоном вправо. Снова берем дополнительную спицу. Снимаем две петли. Но оставляем дополнительную спицу уже за работой. Вяжем две лицевые с левой спицы. Вот один и два. Затем две лицевые с дополнительной спицы. Вот наша дополнительная спица. Вяжем с нее две лицевые петли. Одна лицевая и вторая лицевая. Есть. Тогда две изнаночные. И третью изнаночную мы будем провязывать вместе со следующей изнаночной боковой петлей. Вот так ее повернули и провязали две вместе изнаночной. Это был пятый ряд. Поворачиваем работу в изнаночную сторону. С изнаночной стороны снимаем кромочную петлю. Вяжем две лицевых. Восемь изнаночных. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Снова две лицевых. И последнюю лицевую петлю будем провязывать вместе лицевой со следующей петлей боковой спицы. Таким образом продолжаем вязать рядами туда и обратно, каждый раз убавляя справа и слева по одной петли, пока не останется здесь по 11 петель на спицах. Вот эти перекрещения выполняем в каждом шестом ряду. То есть, вот это был после перекрещения первый ряд с изнаночной стороны, далее второй ряд с лицевой, третий ряд с изнаночной, четвертый с лицевой, пятый с изнаночной. И шестой ряд опять с лицевой, вы должны выполнить перекрещение. Итого я провязала 20 рядов верха стопы, убавляя с каждой стороны по одной петли. У меня осталось на боковых спицах по 11 петель, 10 петель на задней спице и 14 петель на передней. Далее буду вязать всю пинеточку по кругу. Над петлями верха стопы я вяжу следующий ряд вот этого узора с косами. Уже первую петельку не снимаю, а также ее провязываю. Это у меня 3 изнаночных, затем 8 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Снова 3 изнаночных. То есть мы вяжем верх стопы так же в узор, как ранее. Боковые петельки и сзади я буду вязать резиночкой 1х1. Начиная вывязывание резинкой, первой вяжу лицевую петлю, затем 1 изнаночная. Снова 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. Я начала с лицевой петлей. Также я хочу лицевой петлей закончить, чтобы было красиво. Для этого мне нужно нечетное количество петель. Значит, одну петельку мне нужно прибавить. Прибавлю я эту петельку вот здесь, по центру пяточки. Петли пяточки. Мы здесь закончили 1 лицевая. Значит, пяточку начинаем вязать с 1 изнаночной. Затем 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Провязали 5 петель. 5 петель исталось ровно в центр. Поднимаем нить из протяжки на левую спицу. Провязываем ее лицевой за заднюю стенку. Таким образом, мы прибавили 1 петлю, получив нечетное количество петель. Это была 1 лицевая. Снова 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. Переходим к 3 петель. Начинаем снова 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. Лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. Лицевая, 1 изнаночная. И последняя, вот видите, мы закончили лицевой петлей. Продолжаем вязать вот эти петельки вверх перекрещениями. А остальные резиночкой 1 на 1. Пока всего мы не получим 6 перекрещений. Сейчас у нас 1, 2, 3. Я провязала 14 рядов резинки. В 15 ряду резинки у меня последнее 6 перекрещение. Я его выполнила, но резинкой далее не вязала. Вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6 перекрещений. Далее вместо резинки мы начинаем вязать 3 ряда платочной вязкой. Платочная вязка, это у нас 1 ряд изнаночными, 1 ряд лицевыми петлями. Первый ряд вяжем изнаночными. Вот так все петелечки резинки провязываем изнаночными петлями. Довязываю ряд изнаночными петлями. Вот у нас снова начало ряда перед первой спицей. Теперь ряд лицевыми петлями. Петли верха стопы мы теперь будем включать в платочную вязку. То есть их также вяжем лицевыми петлями. Вот так все петелечки перекрещений провязываем лицевыми. Это петли первой спицы. Петли второй спицы тоже лицевыми. И так лицевыми до конца ряда. Заканчиваю лицевыми петлями. Это второй ряд платочной вязки. И теперь третий ряд платочной вязки. Все петли вяжем изнаночными. Включая петли верха стопы. Все петелочки выполнять изнаночными. До конца ряда. Заканчиваю третий ряд платочной вязки изнаночными петлями. Готово. Мы получили. Получается три ряда платочной вязки. Это у нас два зубчика. И только один зубчик у нас над петлями верха стопы. Далее мы все петли вяжем лицевыми петлями. По кругу три ряда. То есть мы должны получить три ряда лицевой глади. Вот так все петелечки провязываем лицевыми по кругу три ряда. Вот я довязала три ряда лицевой глади. Далее снова начинаю вязать платочной вязкой. Семь рядов. Начиная с ряда изнаночных петель. Над всеми петлями. Включая петли верха стопы. Вяжем семь рядов платочной вязки. Начать с изнаночного ряда. То есть один ряд изнаночными, второй лицевыми. И так дальше. Всего должно быть провязано семь рядов. Последний ряд также изнаночными петлями. Закончила я седьмой ряд платочной вязки. Получили мы четыре зубчика. Теперь будем закрывать петли. Петли закрываем таким способом. Снимаем первую петельку. Вторую петельку провязываем лицевой. Затем накидываем первую на вторую. Следующую провязываем лицевой. Накидываем первую петельку правой спицы на вторую. Таким образом мы закрываем все петельки как лицевые. 1 лицевая накинуть первую на вторую и последнюю петельку лицевая накидываем 1 на вторую и петельки закрыты теперь крючком я вот так соединяю с первой закрытой петелькой воздушной петлей обрезать протянуть конец нити и зафиксировать с изнаночной стороны и зафиксировали с изнаночной стороны вот у нас получили такой красивый закрытый край наша пинетка готова таким образом я довязала свою пинеточку на нас вот достаточно высокая после пинетки после провязания двух пинеток нас осталось всего несколько метров пряжи это из смоточка 50 грамм давайте примерим на нашу ножку как будет пинетка выглядеть вот ее 2 спасибо большое с вами была школа вязания наша пряжа